Баптистская церковь спасения Баптистская церковь спасения Баптистская церковь спасения Благодарим Тебя сердечно за это. Благодарим Тебя, что Ты стал нашим Господом, и Тебе дали это имя Эммануил, что означает «с нами Бог». Господи, мы благодарим Тебя за обетование Твое всегда быть с нами. Господи, мы верим Твоим обетованиям, верим всему, что написано в Слове Твоем. И поэтому верим, что Ты и сегодня это собрание с нами разделишь здесь, что Ты будешь благоставлять тех, кто будет выходить сюда для участия, что Ты благоставишь всех, кто пришел под кровь дома молитвы. Благостави каждое сердце, Господи, скорбящее, кто переживает какие-то трудности, переживания, Господи, будь утешителем, своим бальзамом прикоснись к такому сердцу и восстанови Твой святой божественный мир и покой. Господи, кто нуждается в уповании, Господи, укрепи упованием через Святое Слово Твое, потому что Слово Твое обязательно сбудется. Всякое слово, которое Ты говоришь, оно имеет силу такую в себе обязательно сбываться. Ты сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Благостави это служение. Благостави, Господи, сегодня и занятия в воскресной школе. Пусть имени Твоему несется честь, хвала и слава от детей Твоих, великий и славный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Отец Скорий Дух. В небесах обитающих Бог принесли мы, но зримы сердцами. Солнце снижающей, слезы снижающей, Креющей землю живыми лучами, Мы принесли тебе жертву бесправную Вашу молитву в часы покаяния. Дальше, у Боже, напыщу холдую, Дай нам источник святого желания. Пучи наш, дай нам пути благодатные, И отстрани от заблазна лукавого. Вечный Бог, Духа святого голубя, В души пошли при тобой преклоненные. Дома сияют лучи незаконные, Правды небесные и ковыслом правого. Годы сомнения, годы неластные, Мы позабыли заветы небесные. Мы завесные, святые и не ясные, Мы расплескали и не священные. Поча наш Бог, безутешно страдающий, Солнце вселенной, Тебе мы с молитвой твою, Всех призови без любви погибающих, Всех угнетенных, Учитель найми твою. Пучи наш, дай нам пути благодатные, И отстрани от заблазна лукавого. Вечный Бог, Духа святого голубя, В души пошли при тобой преклоненные. Дома сияют лучи незаконные, Правды небесные и ковыслом правого. Мир вам, братья и сестры, Я также присоединяюсь к поздравлению братьев, И хочу вас поздравить также с этим великим праздником, Праздником Благовещения, которое произошло в свое время, Когда наступила полнота времени. Но знала ли Мария суть того, что ей возвещали, И знала ли она, что ее ждет, когда она говорила, Вот я, раба Господня, да будет по слову Твоему. Давайте вместе с вами откроем одно из мест Священных Писаний И прочитаем, и это будет Евангелие от Иоанна, 19 глава. Я бы хотел, чтобы мы прочитали с 25 по 30 стих. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 25 по 30 стих. При кресте Иисуса стояли мать Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, Говорит матери своей, Жено, вот сын твой. Потом говорит ученику, вот мать твоя. И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того, как Иисус, зная, что уже все совершилось, Досбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на иссоп, Поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, Совершилось! И, преклонив голову, предал дух. Довольно-таки я прочитал слова, которые, может, даже не подходят к этому празднику. Но на самом деле этот праздник, он является началом вот именно вот этого исхода к Голгофе. Мне очень нравится псалом, который иногда исполняет в нашей церкви, который начинается, знала ли Мария. Знала ли Мария, что ее ждет? Стоя на Голгофе, стоя перед крестом, на котором распят ее сын первородный, о котором ангел возвестил удивительные слова в свое время, о котором она радовалась, слыша слова, о которых ангел говорил, что он будет наречаться сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царствуя его не будет конца. Это Лука 1, глава 32-33 стихи. Смотря на сына распятого, она не могла понять, что же все-таки произошло. Ведь она в то время, как и все ученики, они не понимали, что на самом деле Иисус Христос пришел, чтобы умереть на кресте. Может, она чувствовала себя более возвышенно, когда она видела, как сын ее въезжает на сле, и все вокруг восклицает оса на сыну Давидову. Но она не знала, что буквально через несколько дней его вознесут на крест. Ему подарят вместо золотого венца терновый венец, и его вознесут вместо трона на крест. Не знала она этого тогда. Как и сейчас, она не могла понять, что же все-таки происходит, и почему сын ее не называет ее матерью, а называет уже жену. Не могла она понять, почему он висит на кресте и умирает, вместо того, чтобы исполнить те слова, которые предвозвестил ей ангел. Не могла она понять. Я думаю, что в тот момент она хорошо вспоминала те слова, которые сказал ей Симеон. Буквально на сороковой день после рождения Иисуса Христа. И тебе самой оружие пройдет душу. Это 2 глава 35 стих Луки записано. Я думаю, что эти слова ей пронзали сердце в тот момент, и она вспоминала их, тем самым, видя, как выбивает гвозди в руки сына ее, и как он умирает, и как копье пронзает его сердце уже умершего. Это копье, оно вонзилось в тот момент и в сердце матери. Но Благовещение, сам праздник Благовещения, он не имеет никакого значения именно без этого подвига, который совершил Иисус Христос на Голгофе. Благовещение теряет силу без Голгофы. Иными словами, Благовещение можно назвать это часы или таймер, который был запущен в то время, когда ангел возвестил Марии вот эту радостную весть. Он был запущен с обратным отчетом, и он должен был остановиться на Голгофе со словами «Совершилось». Если бы Мария знала то, что делал Христос, зачем Он пришел. Иисус Христос, Он говорит ученикам Своим, те, что идут в селение Маус, после того, как Он воскрес. После того, как Он воскрес, они только поняли, зачем Иисус Христос пришел. И Он говорит им такие слова, двум ученикам, Он также потом всем объясняет и говорит, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Не через то, что вы думали, я должен был войти в славу Свою. Не через то, что Мария думала, Христу должно было, надлежало получить престол Отца своего, Давида. Апостол Павел в посланиях к Галатам Он открывает момент, когда же о благовещении. Он говорит это буквально в одном стихе, это Галатам 4, глава 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону». Именно вот это место, Он открывает тот момент, когда Христос должен был прийти. Когда вот это благовещение, оно должно было произойти, именно когда наступила полнота времени. Но мне больше всего нравится одно из мест, другие слова апостола Павла, которые он говорит к филиппийцам. Они записаны в 2 главе 6 по 9 стих. В этом месте апостол Павел открывает всю сущность, глубину и значение миссии Иисуса Христа. Зачем Он пришел? Откуда Он пришел? Зачем Он пришел? И что Он сделал? И что за это Он получил? Давайте прочитаем. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот так апостол Павел описывает миссию Иисуса Христа, которая для нас, видимым образом, началась при возвещении Ангела Марии. Но эта миссия началась еще с того, что Христос оставил славу неба. Довольно-таки очень сложно понять вот эту фразу «оставить славу неба». Мы часто поем Псалом, который говорит, что «славу оставив небо, к нам Иисус пришел, смертью Своей спасения нам приобрел». Но значимость вот этого оставления славы для того, чтобы явиться здесь на земле в лице, в маленьком ребенке, поселиться под сердцем Марии, чтобы ангел возвестил вот эту радость, это настолько глубокое, что и непонятное, что ни один человек не может вот это все описать. Апостол Павел, будучи восхищен до третьего неба и будучи в раю, он говорит такие слова «И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Это 2 Коринфянам, 12 глава 4 стихе написано. Он слышал слова, которые он не может передать, уже не говоря о том, что он видел там на небе. Иногда мы говорим, видя что-то красивое на земле, мы говорим «Я видел неописуемую красоту». У нас не хватает слова писать какую-то красоту. Иногда, смотря на горы, на то, как они изменяют свой цвет, как они отражают лучи солнца при закате, как и вот это все преломляется, вы знаете, не хватает слов, чтобы выразить эту красоту. Насколько выше та красота, которая была на небе. Иисус Христос был равным Богу. Он оставил это все для того, чтобы прийти на землю ради меня и ради каждого из вас. Он не посчитал хищением унизиться, будучи равным Богу. Разве Он не достоин из-за этого славы? Разве Он не достоин того, чтобы мы воздавали Ему славу? Сегодняшний утренний день довольно-таки прекрасная и погода, и мы собрались здесь для того, чтобы порадоваться о той милости, которая была проявлена в свое время к нам через возвещение о рождении Сына Божьего здесь на земле. В этот утренний час я бы хотел, чтобы мы вместе с вами смогли воздать славу Богу. Очень часто у нас практикуется, что мы воздаем славу Богу в коротких молитвах только после хлебопреломения. Хотелось бы, чтобы мы в этот утренний час, когда мы склонимся на молитвы, чтобы мы оставили наши житейские заботы. То, что у нас каждый день, как Иисус Христос говорит, нищих вы всегда имеете. Так же самое и заботы мы всегда имеем. Но в этот утренний час, когда мы склонимся на молитву, откроем наши сердца. Не просто заученными фразами, которые мы очень часто привыкли молиться. Откроем наши сердца для того, чтобы от нашего сердца вознесла слава Богу. потому что Он достоин ту любовь, ту милость, которую она невозможно описать, которую Он сделал для нас, которую Он нас сроднил, привел к себе. И через вот эту любовь мы называемся Его детьми. Он достоин того, чтобы мы воздали за это славу Ему. И очень хотелось бы, чтобы мы вместе, как когда-то Давид восклицая говорил слова, что придите, послушайте все, боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей, чтобы вместе с Давидом мы смогли прославить Его в наших молитвах. Давайте в коротких молитвах, склонившись, воздадим Ему славу за Его милость, за Его любовь. Аминь. Славься, Господи, 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 и возрага саду моя Боге вилла мою. Славься, Господи, Иисуса Христа и Спасителя нашего величай, и и победить, слов по словам сам, обладим вас для мира. Боже, прийди на смене на мы с вами и рады не уложат меня все народы. Боже, приплани сердце наше уясь, и мать, благо нас и сердце измель для славы твоей. Собори, обитель, мира и спасения, для людей вера Иисуса жаловам. Иисуса жил горькие души и воскресенье вознесли с мирным и сердце Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. до Слова, но она все раба Господня, да будет по Слову Твоему Господи. Когда мы видим, когда Иисус Христос родился, и родители принесли Иисуса Христа в храм, то Симеон, который взял Иисуса Христа на руки, видел, смотрел на этого младенца и посмотрел на эту молодую мать, которая, может быть, не до конца все это понимала, и он обращается к ней и говорит, «Сей лежит на спасение Израиля, на восстановление многих, но и тебе самой оружие пройдет душу, то есть пронзит твою душу. Тебе придется на этой земле увидеть то, что многие материально не хотят видеть. Тебе придется увидеть то, что то страдание, которое твой сын, который сейчас ничего не понимая, просто лежит на руках, то тебе придется все это пережить». И Мария все это знала. Даже до распятия Иисуса Христа, когда многие люди, написано, даже родственники не принимали Его, даже родные братья и сестры, я опять же не берусь толковать, одни говорят двоюродные, третие говорят, что это дети Иосифа было, православные и миры, и другие не допускают мысли, что у Марии еще могли быть дети. Это человеческое такое, я сегодня не отрицаю, не отвергаю, и не утверждаю, как бы ни было. Но написано, и братья и сестры Его не принимали. Говорили, иди там, и там покажи тебе чудеса. И как было это тяжело Марии. Как было тяжело Марии, когда, я опять повторяю, что очевидно не написано, но родственники посчитали, когда он родился. Когда она вышла замуж за Иосифа, и когда он родился, тоже посчитали. Считать люди, к сожалению, умеют. Я не думаю, что они до конца понимали, и ей говорили, ну, благодатная ты. Скорее всего, называли ее другим именем в то время. Сегодня мы называем ее действительно благодатной. Сегодня мы называем Богородицей, мы сегодня называем Матерь Божью. Действительно, оно так и есть. И прекрасный гимн есть. Ава Мария. Это композитор, который вложил смысл этому гимну. И многие богословы склонны правильно понимать и считать, что через женщину пришел грех в этот мир. Через Еву, то есть, действительно, женщина согрешила, и через нее грех пришел в этот мир. И через женщину, через Марии пришло спасение, или спаситель мира тоже. Одна дополняет другого. И поэтому Ава Мария поется, что она святая Мария. Действительно, кто был в Израиле, я, наверное, увидел там весь храм Матери Иисуса Христа. И там очень много картин о Марии. Я начал считать, где-то 90 больше было. Разного цвета, кожи, разного. Но самое красивее, я как-то обратил внимание на украинскую Матерь Божию. Она, знаете, сделана раньше как матрошка, такая красивая. Вот, действительно. Украинская женщина красивая, и особенно Матерь Божия. То есть, люди, живя на этой земле, стараются разукрасить. Я уже не говорю о тех иконах, которые есть в мире очень много. О Божьей Матери. Слово Божие не говорит, что мы должны поклоняться, мы должны даже почитать их. Но как бы ни было, оно дает нам память, чтобы мы помнили о Божьей Матери, о земной Матери Иисуса Христа. Ну, значит, хотелось бы сегодня еще обратить внимание на то, что... Я, опять же, не берусь, братья и сестры, я думаю, что мы в этом живем, переживаем, что многие сегодня молятся Матери Иисуса Христа, и они считают, что она Мать, и она ходатайствует перед сыном своим Иисусом Христом. Он Слово Божие нам об этом не говорит. Слово Божие нам говорит другое, что мы должны обращаться непосредственно к Иисусу Христу, потому что только Иисус Христос является Спасителем мира. Да, Матерь Божия через... Господь Бог нашел нужным, через нее, чтобы Он родился. Через нее, чтобы Он пришел в этот мир. Через нее, чтобы Он воплотился. Как мы не будем употреблять эти слова, и оно будет реально, может, не до конца, если осмысленно. Не до конца может нам и понять волю Божию, но оно так и есть, что действительно. Но хотелось бы, заканчивая мой проповедь на эту тему, чтобы мы правильно понимали, когда Иисус Христос был на этой земле, и первое чудо, которое Господь Бог сотворил, там, обратим, Евангелие Иоанн в 2 главе пишет, что когда у них вино кончилось, она обращается к Матер Божию Иисусу Христу, говорит, у них вина нет уже. Он говорит, а что до меня, что у них вина нет, еще не пришел час мой. В этом есть глубочайшая мысль. Но мы не видим, братья и сестры, там диалог. Хотя, смотрите, Христос говорит, что еще не пришел час мой. Как бы Он знал, что еще не настало то время, когда я должен проявить себя как Сын Божий. Но мы не видим, Он просто сказал, а следующий путь, мать говорит служителям, то, что Он вам скажет, то делайте. То есть, Матерь Божия Мария указывает на, и сегодня указывает, что мы делали то, что Он нам скажет. Не то, что она скажет. Знаете, по-человечески, наверное, скорее, по-женски, наверное, было бы, как женщины иногда любят брать инициативу быстрее на свои руки. Она бы, наверное, сказала, знаете, вот я поговорила с сыном моим, вот он говорит вот так, я вам говорю вот так, вот так делайте. Нет, она как бы только сказала. Вот что Он вам скажет, то и делайте. И сегодня, братья и сестры, Господь нам говорит, что вот что нам говорит Господь Иисус Христос, то, что нам говорит Слово Божие, что нам говорит Христос, Сын Бога и земной Сын Марии, вот так поступайте. Если мы будем поступать, мы там даже, опять же, возвращаясь к этому первому чуду, люди, наверное, думали, что Он говорит? Берите сосуды и наливайте туда воду. Что? Я что, воду буду раздавать людям первоначально? Они наливали воду. Думали, что происходит? Что они делают? Но эти люди, написанные служители, послушались то, что Он сказал. И когда они уже приняли то, что они приняли, они удивились. Они удивились, что Он приготовил для них. Иногда, братья и сестры, перед нами, в нашей жизни иногда бывает, что непонятные, невозможные. У них вина нет, им вино нужно. Он говорит, наливайте воду. И люди наливают воды. Непонятно. А результат другой. Так же и в нашей жизни иногда кажется, что невозможно, не сбудется, я не осилю. Это не для моей, это не по моей вере. А Господь говорит, ты не думай, как Мария сказала. Хотя мне много непонятно, но я раба Господня. Да будет по слову Твоему, Отче. И пусть Господь нас благословит, братья и все, что мы действительно живя на этой земле. Жили, как говорит Слово Божие. Все, что Он вам скажет, то делайте, и вы будете иметь благословение на этой земле. Аминь. Аминь. Слово Божие. И я пойду Твоим путьом Навстречу жизни вечно в свете. И я пойду в небесный дом Глядится речь от чудо встречи. И я пойду в небесный дом Глядится речь от чудо встречи. Глядится речь Глядится речь Глядится речь Глядится речь И я пойду Твоим путем навстречу в жизни в вечном свете. И я пойду в небесный дом, Глядись, о речах чудо встречи. И я пойду в небесный дом, Глядись, о речах чудо встречи. У что будет час, когда спаситель нас Возьмет край родной прижеланным, Нам будем лиховать Иисуса прославлять Почти злой прекрасной. У что будет час, когда спаситель нас Возьмет край родной. И желаем мы, Так будем лиховать Иисуса прославлять Почти злой прекрасной. Слова его через всю жизнь несла, И пусть она порой не понимала, Но в своем сердце не таила зла, В смирении от Бога принимала. Открытая и чуткая душа Перед людьми и Господом не лгала, По Его слову искренне служа, И в своем сердце глубоко слагала. Она обычной девушкой была, Прощение просила и прощала, И просто перед Господом жила, Своей жизнью слово воплощала. Готова невозможное вершить, Каким оно бы не казалось сложным, По слову Бога научиться жить И делать невозможное возможным. Она была испытана огнем, На волю Бога жизнь свою придала, И с каждым годом, даже с каждым днем Теряя сына, Бога обретала. Она распознавала миражи, Коль за живое снова прикоснуться, Слова «Ты, Матерь Господа, скажи!» А наш в ответ «Я, Матерь Иисуса!» Да будет мне по слову Твоему! Она не знала день и ночь покоя, Но знала слову Господа цену. Что стоит послушание такое? Что стоит уважение и честь, Когда оружие проходит душу, Когда голгофа и посорный крест Привычный жизнеритм ее нарушит? Что может быть для матери больней Увидеть смерть ее родного сына? С креста он позаботился о ней, Чтобы ее не покидала сила. И в наши дни имеет слово Бог, Мы, как Мария, предстоим сегодня, Так пусть она послужит нам в урок Сказать «Да будет сероба Господня!» И к нам звучит призыв священных слов, Так примем же и будем откровенны, А Бог для каждого из нас готов Сказать и нам, что мы благословенны. Аминь. Аминь. В греховной долине, В духовной пустыне, Вот и чтоб напиться источник еще. В душе моя тяжесть, Но кто же мне скажет, Где сердцу от раду найду? Где сердцу от раду найду? Где сердцу от раду найду? Я весь и страдался, Я долго скитался, Как будто не знал о чьей дом и семью. Другом все родные, А я как в пустыне, Где сердцу от раду найду. Где сердцу от раду найду? Где сердцу от раду найду? Вдруг сердцем разбитым Я голос услышал, Его передать нам, друзья, не могу. Кто голос прощенья, В нем сила спасенья, В нем сердцу от раду найду? В нем сердцу от раду найду? В нем сердцу от раду найду? О, сила святая, Такая благая, Тебя я душою так долго ищу? То сила Иисуса, К Нему я стремлюсь, В нем сердцу от раду найду? О, сила Иисуса, К Нему я стремлюсь, В нем сердцу от раду найду? О, сила Иисуса, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это уже совсем другое. Мария знала, что говорила. Мария согласовала или подчинила себя свою волю, воле Господа. Все раба Господи, да будет мне по слову Твоему. Если мы хотим быть действительно до конца или в полной мере благословенными Господом, если мы хотим, чтобы чаша Божия благословения была преисполнена для каждого из нас, надо не только говорить, да будет воля Твоя, но и творить эту волю. И благодарить Господа за то, что Он благоволит о каждом из нас. И с радостью принимать все от Господа. И третье, на что я хочу обратить внимание. Воплощение не было бы или не было только делом Отца Небесного, Его силы и Его Духа, но было также и делом веры, воли и согласия Марии. То, что ангел сказал, радуйся благодатно, Господь с Тобою благословен, это между женами, это было одно. То, что ангел открыл и секрет, что сила Божия сделает это без чего-либо вмешательства, то, что действительно рождаемость, и то, и наречется, и так далее, это было одно. Но если бы Мария сказала, нет, никогда бы этого не произошло. Только после того, когда Мария сказала, сероба Господня, да будет мне по Слову Твоему, ангел Господень отошел от нее. И совершилось это божественное, непонятное нам действие зачатия. Только после этих слов. Друзья мои, это урок для каждого из нас. У Господа по отношению к каждому из нас есть божественные, благословенные планы и намерения. Но эти намерения Господни, эти благословения Господни, никогда не войдут в нашу жизнь и не станут частью нашей жизни, если мы не выйдем навстречу нашему Господу. Может, для вас это удивительно звучит? Но до тех пор, пока мы не скажем, не дадим свое согласие на осуществление Божьих планов в моей и твоей жизни, Божье благословение, Божья благодать никогда не залется в полной мере. В Божьем плане спасения то же самое. Идет действие от Бога, идет действие обоюдное от человека. Мы должны знать эту истину. Пусть же сегодняшний праздник того события, Иванской, которое совершилось, там будет уроком для каждого из нас. Я бы хотел, чтобы мы помнили, Господь смотрит на нас, как на благодатных. Мы получили благодать от Господа, мы напились той живой воды, и сегодня моя и твоя задача. Даже в этой стране мы, как сосуды Божьи, должны источать эту живую воду, текущую жизнь, для жителей этой страны. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Братья и сестры, наше служение подходит к концу. Мы обещали представить церкви крещаемых, и я сейчас буду называть фамилии, попрошу всех друзей, кто намерен принимать крещение, пройти сюда и занять здесь место на сцене недалеко от кафедры. Мы приглашаем Боброва Стива подняться сюда, Баннер Марк, Бублик Игорь, Гуцуля Калина, Яску Ина, Киарогла Михаил, Киарогла Давид, Киарогла Маргарита, Киарогла Кристина, Крюков Семен, Кушнир Даниил, Нохрин Дмитрий, Павлюк Влад, Павлюк Катя, Просанова Юля, Ковалева Диана и Марк Гаврилов. Хорошо, друзья, вот перед вами друзья, которые в этом году пожелали заключить завет с Господом. Для чего мы это делаем каждый год? Мы каждый раз об этом говорим и еще раз напоминаем о том, что это памятный, особенный день будет в жизни наших молодых людей. Это Богом выделенное время для того, чтобы им немножко набраться знаний во время занятий с пресвитерами. С другой стороны, время для того, чтобы определиться, ответить самому себе, рожден ли я свыше. Потому что крещение имеет значение только тогда, когда человек входит в воды, уже родившись свыше. На этот вопрос вы должны будете ответить сами себе. Если рождены свыше, тогда смело в воду. Что препятствует мне креститься? С другой стороны, для церкви это повод, чтобы молиться о них. Чтобы на протяжении этого времени, когда будет идти подготовка, чтобы Господь сохранил их от искушений. Чтобы отверз им ум к разумению Писаний. С другой стороны, если церковь будет наблюдать и видеть какое-то несоответствие, ваша задача не закрывать на это глаза, но подойти к служителям, если вы что-либо узнаете несоответствующей истине, так сказать. Хотя, надеемся мы так, что они понимают, что не только глаза церкви, глаза родителей, но и очи Господа всегда над нами и до крещения, и после крещения. Господь видит нас постоянно. Это особое время для того, чтобы родители имели, может быть, особенный контакт с детьми, пока они заключат завет с Господом. Чтобы мы могли вникать в те темы, которые они проходят. Все ли им понятно? Все ли им доступно? Может быть, как-то помочь им понять эти библейские истины? Потому что недостаточно того времени, того часа, который братья проводят занятия. Мы рассчитываем на помощь родителей. Если есть у вас что-то сказать, друзья, вы можете сейчас сказать. Если нет, то я попрошу Вячеслава Горьевича совершить молитву над крещаемыми, попросить Божьего благословения на этот короткий период занятий и на само крещение, чтобы Бог благословил и день крещения и их последующую жизнь. Давайте помолимся. Владыка Господи, мы к Тебе обращаемся и благодарим за то, что в жизни по местной церкви Ты посылаешь такие радостные дни, когда мы можем видеть молодые сердца перед церковью, которые провозглашают Тебя своим личным спасителем. Мы благодарим, что в жизни церкви есть души, которые открывают свои сердца для Тебя, принимая Тебя своим спасителем, провозглашают спасение Своё в Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы благодарим за каждого из них и просим, Господи, рука Твоя благодеющая да будет над ними. Сопровождай на этом жизненном пути так, чтобы они оказались верными перед Тобой, верными Твоими учениками и последователями, которые могут свидетельствовать о чудной, великой Твоей любви, оказанной человечеству. Просим, Господи, о каждом в отдельности необходимые перемены произведи в их сердца, в их понимании Твоих истин. Даруй им духовного роста и укупления благодати Твоей, чтобы они были Твоими свидетелями на этой земле. И делом, и словом они подтверждали, что они Твои последователи. Молим Тебя, Господи, благослови братьев, кто будет подготавливать их ко дню крещения. Сам праздник крещения, Господи, установи тот день, когда мы всей Церковью сможем радоваться о том, что новые души присоединяются через исполнение Твоей воли к Церкви. Просим и молим Тебя, Господи, не оставь без милости Твоей. У кого есть какие нужды, какие переживания, произведи, Господи, полную работу над ними, над их душами, чтобы они, познав Тебя, могли ожидать славного Твоего явления. Еще раз благодарность приносим Тебе за то, что Ты благословляешь по местную Церковь. Такими праздниками будь прославлен в жизни народа Твоего, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В общей молитве обратимся к Господу. Боже Милосердный, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты был с нами сегодня и в этом собрании. Благодарим Тебя за эту радостную весть. Благодарим Тебя, что Ты усмотрел таким удивительным образом спасение рода человеческого. Господи, действительно, мы больше не можем постичь, чем то, что нам открыто. Господи, это великое благочестие, тайна. Она открылась когда-то. Марии, каждому из нас, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за тех друзей, кто сегодня вышел и изъявил желание открыто перед Церковью. Заключить завет с Тобою. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их. Мы просим, чтобы Ты благословил наследие Твоей, всю Церковь нашу, наших деток. Господи, благослови нашу молодежь. Благослови друзей, кто в пожилом возрасте находится и нуждается в особой помощи Твоей в плане физического здоровья. Господи, уврачуй таковых. Я прошу Тебя, чтобы Ты Твоим благословением и Твоим исцелением прикоснулся всех болящих. Господи, Ты знаешь их имена. Тебе известны их фамилии, их нужды. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты усмотрел нужды народа Твоего, потому что Ты когда-то сказал, я Бог, целитель Твой. Мы просим Тебя, чтобы Ты послал Твою милость и сестре Ирине Гончаровой. Господи, и всем, всем, кто в болезни находится. Пошли, Господи, то, о чем просит народ Твой. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил путь сестры нашей Дины Федоровны, ее поездку и ее полет в Украину и обратно. Ты знаешь нужды ее, Господи, пойди с нею, благослови ее, будь для нее охраной, утешением и даруй, чтобы это действительно поездка, посещение родных мест была бы для нее радостью. Господи, на Тебя уповаем, Тебе веряем в нашу жизнь и верим, что Ты будешь всегда с нами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит вас Бог!